В купе, в котором ехала Лида, было очень весело. Каждый день резались в подкидного. Шлепали картами по чемодану и громко кричали «Ходите! Да вам же ходить!» Так, секундочку. Уп! Лида играла плохо. Все смеялись над ее промахами. Она сама смеялась. Ей нравилось, что она такая неумелая и хорошенькая очаровашка. Этот ее смех так надоел всем в вагоне, что никого уже не раздражал. Привыкли. Он напоминал звук, рассыпаемый на цементный пол мелочи. Удивительно, как она не уставала. А вечерами, когда из купе расходились, Лида стояла в коридоре у окна. Кто-нибудь подходил? Беседовали. «Ой, как хочется, скорее уже в Москву! Вы себе не представляете!» — говорила Лида, закинув за голову полные белые руки. «Милая Москва!» «Гостить куда-нибудь ездили?» — уважительно спрашивали ее. «Нет!» — отвечала Лида. «Я с новых земель». «В отпуск?» «Совсем! Что вы!» И она, облизывая красивые ярко-красные губы, рассказывала, что это такое новые земли. «Нас привезли в такую глушь, вы себе не представляете. Вот поселок, да? А вокруг поля, поля. Кино раз в неделю. Представляете?» «А вы работали там?» — спрашивали ее люди. «Да. Знаете, заставили возить на быках этот...» — Лида с конфужином морщилась. «Ну, которым поля удобряют. Навоз?» «Да. А быки такие вредины. Им, говоришь, но они стоят как идиоты. Ребята у нас называли их мудва. «Я так нервничала!» — она произносила. «Нервничала! Первое время! Первое время! Вы себе не представляете!» Написала папе, он отвечает. «Ну что, дуреха? Узнала теперь, почем фунт лиха? Он у нас шутник ужасный. У вас есть сигаретка?» Встречали Лиду отец, мать и две тетки. Лида бросилась всех обнимать, даже всплохнула. Все понимающие улыбались и наперебой спрашивали «Ну как?» Лида вытирала пухлой ладошкой счастливые слезы и несколько раз начинала рассказывать. «Ой, вы себе не представляете!» Но ее не слушали. Улыбались, говорили сами и снова спрашивали «Ну как?» Потом поехали домой за город. Увидев свой дом, Лида бросила чемоданы и, раскинув белые ручоньки, побежала вперед. Сзади понимающие заговорили. «Вот оно как на чужой-то сторонушке!» «Да, это тебе гляди-ка! Бежит!» «И ведь ничего не могли поделать! Заладила свое «Поеду и все!» «Другие едут, и я поеду!» — рассказывала мать Лиды, сморкаясь в платок. «Ну вот съездила!» — узнала. «Молодежь, молодежь!» — скрипела тетя с красным лицом. Потом Лида ходила по комнатам большого дома и громко спрашивала «Ой, а это когда купили?» Мать или отец отвечали «Да, это зимой еще! Перед Новым годом полторы тысячи стало!» Пришел молодой человек с книжками, с множеством значков на груди. Новый квартирант-студент. Их знакомил сам отец. «Наша новаторша!» — сказал он, глядя на дочь с тонкой, снисходительной усмешкой. Лида ласково и значительно посмотрела на квартиранта. Тот почему-то смутился и косленул в ладонь. «Вы в каком?» — спросила Лида. «В педагогическом», — ответил студент. «На каком факе?» — на физмате. «Будущий физик», — пояснил отец, и ласково потрепал молодого человека по плечу. «Ну, вам, небось, поговорить хочется. Я пошагал в магазин». Он ушел. Лида опять значительно посмотрела на квартиранта и улыбнулась. «У вас есть сигаретка?» Квартирант вконец смутился и сказал, что он не курит. И сел с книжками к столу. Потом сидели родственным кружком, выпивали. Студент тоже сидел вместе со всеми. Пробовал было отказаться, но на него обиделись самым серьезным образом, и он сел. Отец Лиды, чернявый человек с большой бородавкой на подбородке, с круглой розовой плешиной на голове, с красными влажными губами, прищурившись, смотрел на дочь. Потом склонялся к квартиранту, жарко дышал ему в ухо и шептал. «Ну скажите, если уж честно, таких ли хрупких созданий посылать на эти, как их, земли? А? Кого они агитируют? Тоже, по-моему, неправильно делают. Ты попробуй меня сагитируй». Глаза его масляно блестели. Он осторожно икал и вытирал губы салфеткой. «А таких зачем? Это же сосуд, который надо хранить». Молодой человек краснил и упорно смотрел в свою тарелку. А Лида болтала ногами под столом, весело смотрела на квартиранта и капризничая кричала. «Ой, ну почему вы не кушаете мед? Мама, почему он мед не кушит?» Студент смущался и кушал мед. Все за столом разговаривали очень громко, перебивали друг друга. Говорили о кровельном железе, о сараях, о том, что какого-то Николая Савельича скоро сломают, и Николай Савельич получит 18 метров. Толстая тетя с красным носом все учила Лиду. «А теперь, Лидуся, слышишь, ты теперь должна как девушка». Тетя стучала пальцем по столу. «Теперь ты должна». Лида плохо слушала. Вертелась, тоже очень громко спрашивала. «Мама, у нас сохранилось то варенье из крыжовника? Положи ему». И весело смотрела на квартирант. Отец Лиды склонялся к студенту и шептал. «Заботится, а?» И тихо смеялся. «Да», — говорил студент и смотрел на дверь. Непонятно было, к чему он говорит это «да». Под конец отец Лиды залез ему в самое ухо. «Ты думаешь, он мне легко достался, этот домик, а? Взять хотя бы 112 тысяч, как один рубь. На, а откуда они у меня? Я же не лауреат какой-нибудь. Я же получаю всего 980 на руки. Ну, а потому что вот эту штуку на плечах имею». Он похлопал себя по лбу. «А вы с какими-то землями? Кто туда поедет? Кого приперло? Кто свою жизнь не умеет наладить? Да еще вот такие глупушки вроде моей дочки. Ох, Лидка, Лидка». Отец Лиды слез со студента и вытер губы салфеткой. Потом снова повернулся к студенту. «А сейчас поняла, не нарадуется, сидит в родительском доме. Обманывают вас, молодых». Студент отодвинул от себя хрустальную вазочку с вареньем, повернулся к хозяину и сказал довольно громко. «Да чего же вы бессовестны? Просто удивительно. Противно смотреть». Отец Лиды опешил, открыл рот и перестал икать. «Ты... вы... это на полном серьезе...» «Уйду я от вас!» — крикнул студент. «Хамье! Как только не стыдно!» Он встал и пошел в свою комнату. «Сопляк!» — громко сказал ему вслед отец Лизы. Все молчали. Лида испуганно и удивленно моргала красивыми голубыми глазами. «Сопляк!» — еще раз сказал отец и встал. Бросил салфетку на стол, в вазочку с вареньем. «Он меня учить будет!» Студент появился в дверях с чемоданом в руках, в плаще. Положил на стол деньги. «Вот вам, за полмесяца. Маяковского на вас нет». И ушел. «Сопляк!» — послал ему вслед отец Лиды и сел. «Папа, ну что ты делаешь?» — чуть не со слезами воскликнула Лида. «Что, папа? Папа, каждая гнида будет учить в своем доме. Ты молчи, сиди, прижми хвост. Прокатилась, нагулялась. Сиди, помалкивай. А я все эти ваши штучки знаю!» Отец застучал пальцем по столу, обращаясь к жене и к дочери. «Принесите мне! Принесите в подоле! Выгоню обоих! Не побоюсь позора!» Лида встала и пошла в другую комнату. Стало тихо. Толстая тетя с красным лицом поднялась из-за стола и охая пошла к порогу. «Идеть-то надо домой!» Засиделась у вас, Господи! Прости нас, грешных! В лидиной комнате тихо забулькал радиоприемник. Лида искала музыку. Ей было грустно.